всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел поговорить о настройках дисплея в глобальных настройках logic почему я выбрал такую тему потому что судя по вопросам которые возникают в чем хаотично у многих кто только-только переходит в лоджик или пользуется недавно и не настолько углубленный его еще пока что изучил возникают какие-то мелкие вопросы именно касаемо интерфейса и часть из них как раз таки решается с помощью этого меню и поэтому я решил ему посвятить этот ролик уверен даже для продвинутых пользователей будут какие-то интересные нюансы тем более что это меню периодически обновляется из версии в версию и что-то там какая-то одна галочка добавляется какой-то один пунктик добавляется и те кто работают там 5 а то и больше лет в лоджик могут даже не знать что такая возможность появилась поэтому решил вот собрать в этом видео все скажем так воедино и рассказать о преимуществах тех или иных настроек и так находится это у нас как вы уже поняли в лоджик про settings и в старых версиях напомню это назывался preferences теперь переименовали settings и вот здесь есть закладка дисплей вот она собственно у нас здесь отображена и здесь есть четыре вкладки tracks миксер и general давайте по порядку пройдемся начнем general значит первый это appearance ну здесь это просто визуальное отображение всяких окошек и меню видите у меня сейчас system setting у меня стоит темная тема поэтому и вот это вот окошко у нас в темной теме то есть можно поставить light и соответственно все такие всплывающие окна настроек у нас будут в светлом режиме то есть здесь можно это настроить вне зависимости от настроек системы далее у нас идет large local window menus это всякие дополнительные менюшки они будут появляться с более крупным шрифтом это полезно для тех у кого большие retina дисплей там аймаки 27-дюймовые или может быть там 5k аймаки и ну или просто 5k мониторы какие-то сторонние и не всегда будет удобно читать в мелком расширении точнее разрешение настройки тех или иных параметров и вот можно как раз поставить эту галочку то же самое касается инспектора все это я ставлю галочку мы видим что вот этот инспектор слева у нас становится крупнее то есть опять же это полезно для высоких разрешений экрана то есть вот можете этим пользоваться то здесь это можно настроить дальше та же самая история тоже касаемо визуала у нас white playhead то есть этот playhead нас становится вот таким вот прям жирным жирным то есть его можно прям увидеть издалека это также очень удобно для тех кто работает на выносных телевизорах или на больших экранах то есть реально порой не всегда удобно следить особенно там на каком-то мелком масштабе где у нас playhead когда много всего в проекте разноцветного то есть иногда бывает что только повод этому треугольничку вверху можно понять где у нас и что если не включен вот этот режим то есть по такой тонкой линии иногда прям на некоторых экранах сложно понять что у нас и где то есть можно включить эту настройку и соответственно вас playhead станет прям вот таким монументальному его уж точно проглядеть не получится дальше очень полезная галочка который по умолчанию всех включена но как выяснилось у некоторых она отключена и из-за этого недоступны некоторые полезные функции шоу халтекс это всплывающие окошки при наведении мышки так или иначе они появляются и какая полезная функция есть у вот этих окошек самые полезные функции личнее пользуюсь это вот у нас всплывает видите сейчас компрессор и название название плагина у нас здесь всплывает но если у нас плагин вносит задержку сейчас я наведу на мышку здесь он просто показывает у нас сейчас название плагина и название выбранного пресета то есть можно это посмотреть но если я сейчас уберу этот плагин channel q и поставлю linear face и q напомню что это линейно-фазовый эквалайзер и его принцип работы сопровождается тем что он должен вносить определенные временные задержки в работу всего проекта потому что иначе он не сможет просчитывать вот эту самую фазу наперед и вот этот плагин вносит задержку и если вдруг у вас возникает вопрос а какая у меня задержка в проекте то есть как что мне вносит какой плагин вносит задержку вы просто наводите мышку и вот здесь видите вас появляется информация что у нас есть linear face и q дефолт пресет и от самое полезное что он вносит 2560 сэмплов задержку или 0,1 то есть 100 миллисекунд грубо говоря то есть на десятые секунды и мы уже понимаем что у нас задержка 100 миллисекунд если я захочу вот в такой проект записывать вокал я понимаю что при мониторинге через лоджик у меня будет в любом случае задержка 100 миллисекунд из-за вот этого плагина потому что сам проект синхронизируется с самым скажем так задерживающим плагином в сессии то есть у нас где-то будет плагин который вносит задержку 200 миллисекунд тоже будет под него лоджик подстраиваться то есть это так работает и вот вы не сможете то узнать если у вас вдруг отключена вот эта галочка то есть если вы наведете мышку у вас ничего возникать не будет поэтому имейте ввиду если вдруг у вас нет этой информации то вот эта галочка за это отвечает встречайте самое выгодное предложение специально для вас представляем вам новый пожизненный доступ к базе курсов школы лоджик про help причем как уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем все очень просто за 19 990 рублей вы получаете доступ ко всем курсам школы лоджик про help здесь и сейчас и да доступ не ограничен никакими временными рамками один платеж полный доступ но это еще не все помимо курсов вы также получите большой набор дополнительного контента такого как пресеты плагины и наборы сэмплов а также бесплатную консультацию с любым из преподавателей нашей школы кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку не откладывайте обучение на потом начинайте прямо сейчас дальше очень тоже полезная галочка называется show default values show default values она помогает вот в таких вот меню вот тут как раз таки новички чаще всего сталкиваться с этой проблемой когда он говорит что если есть проблемы с регионом что он там очень перегружает то достаточно поменять у него гейн и направляешь человека говоришь вот есть параметр гейн вот здесь вот в инспекторе и чай спрашивает а что мне делать вот здесь гейн здесь вот ничего нету то есть как что мне вот как мне поменять здесь нету ни ручек ни стрелочек ничего как вот меня выбран регион ничего не происходит и только уже опытный человек понимает что нужно у себя в пустоту зажать мышку и потянуть вверх-вниз чтобы увидеть какие-то значения какие-то цифры ну либо двойным щелчком кликнуть и вот сюда вбить нужное значение опять же здесь это не совсем интуитивно понятно то есть вот здесь то вот благодаря стрелочкам понятно что можно что-то выбрать а вот здесь как будто непонятно но вот кликаю я просто мышкой ничего не происходит по гейну клику ничего не появляется то есть только случайно задев я могу понять что нужно оказывается держать левую кнопку мыши и менять то есть опять же вот здесь новички как раз таки теряются и переспрашивают часто что делать чтобы было проще интуитивно вы можете поставить галочку show default values и у вас всегда вот в этих пустых значениях пустых колонках будет стоять дефолтное значение то есть то которое сейчас стоит вот видите сейчас видно что гейн у нас плюс 0 то есть ничего не изменено но уже интуитивно понятно что нужно что-то с этим нулем сделать и его как-то поменять там сделать плюс 3 там или минус 3 то есть уже в таком виде гораздо интуитивнее понятнее взаимодействовать со всеми вот этими меню то есть транспоуз делать и так далее какие-то такие дела и например да то есть мы видим сейчас дела и нас 0 миллисекунд мы можем поменять там для какого-то региона то есть это очень удобно если у нас отключим то видите как будто у нас какие-то элементы становятся неактивными хотя они активны просто ну logic не забивает ненужной информацией поля но кому-то психологически удобнее конечно работать вот с таким режимом так что имейте ввиду тоже очень полезная колонка дальше new icons in new tracks но это чисто такой визуальный момент то есть если мы нажмем на создание нового трека вот в таком виде у нас появляются выбор треков но мы можем включить вот эту галочку сейчас еще раз нажму на создание и видите у нас появилась вот такие вот уже картинки то есть кому-то опять же психологически это удобнее здесь стать очень удобно разделено по категориям то есть у нас есть соответственно софтвер инструмент у нас есть два типа аудио инструментов для просто записи для записи гитары с предустановками и у нас есть отдельный драйвер то есть вот в таком виде тоже кому-то может быть удобнее создавать треки так что имейте ввиду я могу создать драйвера вот меня драмер трек появился то есть вот тоже можно соответственно вот этот вот эту галочку поставить или выключить если нужно ну шоу анимейшнс это чисто тоже такой визуальный момент то есть где-то просто это мелкие анимации если будут всплывать то они их можно активировать деактивировать ну как правило по умолчанию лучше это оставить дальше у нас стоят чисто настройки такие визуально опять же как вы привыкли работать то есть у нас например базовая нота во всех меди инструментах c3 это в стандарт гимахи но еще и стандарт roland c4 если вдруг вы привыкли к такому стандарту можете здесь это поменять то же самое касается для для тех кто работает с синхроном из видео то есть тут можно выставить разные параметры как у нас отображается smte позиции также по фреймам то здесь все это настраивается то есть как именно показывать вот эту синхронизацию с кадрами там секундами и так далее дальше то же самое касается вот этого отображения темпа то есть у нас по умолчается бит перминут и вот этот мизл типа с не целыми значениями все с этими после запятой можно поставить просто вот видите у нас значение соответственно просто целое несмотря на то что могут быть какие-то еще десятые доли вот так что здесь это тоже настраивается то и клик формат тоже чисто визуально как вам удобнее просто единички или с точками вот как здесь вы видите поменялось те точки то есть это тоже чисто визуальная такая история дальше давайте перейдем закладки tracks здесь у нас тоже полезные настройки show track or bar numbers while scrolling если мы поставим эту галочку то вот когда вот я делаю какой-то скроллинг то есть лево-право у нас появляется вот такой вот информационное окно посередине на каком такте мы сейчас находимся то есть это очень удобно если у вас очень большие сессии и то же самое касается по оптикали то есть под дорожкам то есть он показывает какие у нас сейчас треки фокусе 1 2 3 5 ну опять же это актуально когда вас 100 200 дорожек то есть быстро скролить нужное место но это редко конечно используется я лично сам этим не пользуюсь мне это не нужно но просто имейте ввиду что здесь это можно настроить дальше у нас идет appearance то есть появление track color то есть у нас обычно всегда статичные треки у каждого трека есть по умолчанию свой цвет синий у аудио зеленый у миди и желтый у соответственно драмера и мы можем здесь это поменять то есть мы можем каждый создаваемый трек чтобы у нас был автоассайн 96 цветов или 24 то есть каждого трек будет создаваться со своим цветом и здесь можно выбрать настройки цвета регионов потому что по умолчанию у нас независимый цвет региона от цвета дорожки то есть дорожка сможет бы зеленый а отдельный код регион вас может быть рыжим раскрашены так далее но если мы здесь сделаем с трек color то у нас навсегда будет привязан цвет региона к цвету дорожки то есть это тоже думаю понятно маркер color то есть у нас тоже самое по умолчанию маркеры у нас создаются вообще без цвета то есть вот такие вот серые но мы можем также здесь поставить автоассайн 96 цветов и например если я буду создавать новые маркеры то каждый новый маркер у меня будет автоматически назначаться на какой-то свой цвет учет ведь по палитре он идет просто по цветам то есть можно тоже здесь это поставить если вам так удобнее работать background та же самая история у нас dark есть есть bright то есть вот мы можем работать в светлым режиме если вдруг вы устали от темного можно настроить кастом то есть можно вот эту яркость настроить самому как вам привычнее или удобнее для ваших глаз но я оставляю по умолчанию great lines у нас тоже автоматически то есть они подстраиваются под цвет от этого фона если мы уберем эту галочку то мы можем настроить горизонтальные и вертикальные вот эти линии по цветам ведь у нас есть горизонтальные которые разделяют треки между собой и есть вертикальные которые у нас такты разделяют и соответственно их можно делать более яркими более тусклыми или вообще их убрать то и чтобы их не было здесь все это можно настроить либо поставить автоматик и у нас режим по умолчанию вернется то же самое касается горизонтальных мы можем сделать их жирнее мы можем вообще убрать вот видно и можем и сделать тоже светлыми то есть не обязательно черными то есть можно их вот так и более яркими сделать а можно вообще все черным сделать то есть вот у нас сетка получается полностью черные по горизонтали и вертикали то есть вы можете под себя это настроить но я опять же включаю режим автомате потому что я уже привык к нему еще очень полезно здесь галочка есть шейдер шейдер лупс если у нас есть используются какие-то лупы например в проекте вот так вот видите у нас сейчас чисто визуально отличается только вот этими нотами это не всегда заметно то есть у нас сам регион одинаковый а вот только нотки вижу здесь они яркие а здесь они как будто тусклые что говорит мне о том что это как бы лук повторение вот этого изначального лупа но мы можем сделать вот таким образом поставить эту галочку шейдер лупс и вот теперь визуально я уже точно вижу что это у меня лук то есть он он прям выделяется чисто таким вот затемнением что он не только нотами но еще и самим своим цветом становится таким более тусклым но правда это можно иногда перепутать с мьютом то есть можно если замьютировать трек вот правда мьют у нас черно-белым становится но все равно иногда это там не очень удобно то есть имейте ввиду хотя в принципе функция довольно полезная поэтому можете тоже брать на вооружение вот в каких-то мелких сессий где очень маленький масштаб такой варианте даже удобнее чем с отключенной функции то есть видите так у нас все статично а так мы видим что у нас здесь работает луп так что можно оставить и у нас есть еще одна здесь функция show plus button то есть это говорит о том что у нас вот на реке на дорожке с драмером в тех местах где у нас начинается пустота мы можем нажать на плюсик и создается новый регион с предыдущими настройками такими же настройками какие были здесь у нас создается еще один регион то есть это довольно удобно можно прям вот отсюда создавать новые регионы не нужно никуда кликать не правой кнопкой мыши прямо сюда плюсик нажимаешь и вот здесь это можно включить и выключить дальше в микшере у нас на самом деле не так много настроек полезных open plugin window on insertion это соответственно галочка по умолчанию стоит когда мы ставим плагин он у нас тут же открывается то есть секунд плагин ставлю он тут же открывается мы можем убрать эту галочку и соответственно если вы плагин какой-то ставите то он он устанавливается но сам по себе не открывается то есть можно эту галочку убрать и очень полезное меню show recent plugin list in plugin меню то есть когда вы сюда нажимаете у вас вверху показано пять последних выбранных плагинов то есть в эту галочку уберете у вас этого не будет вас будет только чисто ваши категории или категории ложек не отвлекаясь на последний плагин хотя я этим постоянно пользуюсь постоянными плагинами рисом точнее не постоянными последними плагинами которые недавно были использованы довольно полезная функция дальше у нас здесь настройки микшера именно как у нас работает пик level 2 час я поставлю из произведения нашего проекта и вот ведь у нас за определенное время спадает вот эти пиковые значения и мы можем здесь это изменить я могу поставить вообще infinite и тогда вот эти пиковые значения вот здесь на метринге у нас остаются навсегда то есть вот как вот мы нажали на паузу мы можем посмотреть где у нас пиковые значения докуда доходили а можно там поставить 2 секунды 4 секунды 0800 как по умолчанию тогда они сразу естественно спадают return time то есть это тоже стандарт по тому как у нас работает метринг давайте посмотрим разные варианты то есть есть мы ставим very slow то видите у нас прям метринг еле-еле прям следует за тем что происходит есть прям супер быстрый вариант то есть тут прямо отзывчивость максимальная того что происходит в материале но есть вот стандартный соответственно рекомендуемый формат который уже как бы в индустрии себя как стандарт зарекомендовал у нас каждые 12 децибел почти за секунду спадают спадут 12 децибел у нас спадает вот до бесконечности когда мы останавливаем звук 0 и когда звук прекращается все считается стандартом но опять же говорю вы можете под себя настроить как вам удобнее тут также у нас есть настройки для surround формата то есть как вам удобно расположение каналов но опять же здесь лучше все это сайт по умолчанию и последний пункт у нас здесь всего лишь одна галочка это bright background это работает у нас для piano roll а как видите у меня это галочка стоит по умолчанию на отключена и piano roll у нас такой же темный как и основное меню logic но я все-таки привык к яркому потому что я это еще со временку бейса когда в нем работал 15 лет назад я уже привык к такому белому piano roll и мне так просто проще цвета смотреть и нотки и вот эти сеткой работать поэтому я сразу поставил эту галочку как узнал что есть такая возможность чудом и давно в каких-то самых ранних версиях десятка лоджика поэтому вот у меня она всегда стоит и во всех моих видео вы видите именно белый piano roll но я знаю что большинство по умолчанию стоит именно темный вот так что имейте ввиду что ж рассмотрели с вами полностью это окно дисплей если вы вдруг не знали каких-то настройках очень рад что вы теперь это знаете обязательно пишите в комментариях что из того о чем я рассказал вы будете использовать есть какие галочки вы решили поставить и что для себя нашли полезного вот в этих настройках я уже упомянул о том что я буду лично использовать но ваши комментарии всегда ждут и конечно же подключайтесь к нашему telegram чату если вы еще не там ссылка в описании под роликом мы там обмениваемся опытом там я собираю ваши вопросы и по ним записываю собственно вот эти ролики на нашем youtube канале не забудьте также изучить то что уже вышло на youtube канале у нас есть очень много видео по абсолютно разным направлением работы с logic и с разными его функциями с плагинами и так далее очень много полезного вы для себя откроете особенно если вы только-только недавно перешли на logic так что не стесняйтесь заходите ну и пишите всегда мне я на связи все свои вопросы пожелания предложения я всегда их читаю на все всегда отвечаю и буду всегда рад обратной связи ну что ж с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем успехов в творчестве всем пока